Больше библиотек, хороших и разных. В Брянске их немало, а на днях открылась еще одна детская модельная библиотека номер два. Представители Брянской епархии приняли участие в торжественной церемонии. Чем примечателен новый центр просвещения, общения и культуры в сюжете по материалам наших коллег из епархиальной пресс-службы? Три, четыре! В Брянске открылась еще одна детская библиотека нового поколения. Она получила название «Поколение 32». Уже 10 лет направленностью теперь уже обновленной библиотеки является патриотическое воспитание подрастающего поколения. Но здесь рады не только молодежи. Организовано пространство для передачи опыта от старшего поколения к младшему. Созданы комфортные условия для интеллектуального досуга и общения читателей всех возрастных категорий. Душа радует, что у нас такие библиотеки. Вот депутаты Брянской областной думы, их ничем не удивишь. А сегодня собрались там сотрудники, депутаты. Расскажите про эти библиотеки. Чем они отличаются? Какие они? Съездите, посмотрите. Вы удивитесь, вы порадуетесь. Вы будете гордиться. Здесь у нас с вами совместно есть возможность открыть и окунуть наше подрастающее поколение в необъятные просторы мира, фантазии, путешествий. И здесь мы должны с вами воспитать любовь к книге, с которой они пройдут часть всю жизнь. Этот год юбилейный для библиотеки, которая 55 лет назад открыла двери для читателей советского района Брянска. Теперь здесь тесно переплелись и наработанный опыт, и новаторские приемы. Модельная библиотека – это библиотека нового поколения. Это библиотека с новыми возможностями. Это библиотека с новой техникой. Это библиотека с хорошо обученными кадрами. Это библиотека с новыми книгами, новыми кружками и клубами. Более того, мы сейчас планируем вступить в проект «Гений места». Точка концентрации талантов здесь будет под названием «На пьедестале город Брянск». Здесь будут наши дети осваивать креативные технологии. Для каждой возрастной категории здесь найдется свое занятие по душе. Кто-то захочет посетить мастер-класс, кто-то принять участие в конференции. На церемонии открытия звучали слова о преемственности поколений. О том, что здесь юные жители Брянщины смогут с интересом открыть для себя историю малой родины, а через нее и большой страны. Вот эта направленность, вот этой библиотеки, которая связана с защитой родины, вот это символично, то, что сфера культуры Брянской области вместе со страной, с Россией, сфера культуры Брянской области служит мировым нравственным тенденциям, чтобы через душу ребенка проходило вот это чувство настоящей любви к своей родине. Далеко не в каждой библиотеке существует вот такой патриотический уголок. Главная мысль была сформировать у подрастающего молодого поколения чувство преемственности поколения. Это прикосновение к истории, потому что, как поется в одной из французских писем, «Нет, в России есть и не такой, где им памятен был свой герой». Брянская епархия давно сотрудничает с библиотекой, и в нынешнем радостном событии есть и ее вклад. А когда-то, 10 лет назад, здесь совместно задались вопросом, чем можно помочь воспитанию юношества, укоренению его в родной культуре и вере. Мы решили на базе детской библиотеки создать детско-юношеский клуб «Моумести», который будет объединять как познавательный интерес детей к литературе, православию, к истории родного края. Но кроме неформальной обстановки мы еще и проводим мастер-классы интересные для детей, экскурсионные площадки. Открытие библиотеки нового поколения стало возможным благодаря ее победе в федеральном проекте «Культурная среда» – национального проекта «Культура». Здесь, несмотря на стремление к современности, к прогрессу, здесь сохранилось именно вот такой вот незыблемый именно тон, атмосфера именно в библиотеке. Потому что книга, эта библиотека все-таки, она не должна превращаться именно в электронную. И здесь проводились всегда и проводятся различные мероприятия и по духовному воспитанию, и по нравственному, и по патриотическому воспитанию. И наши священнослужители здесь встречаются с детьми, с подростками. Открытие библиотеки стало событием для города и области, праздником для всех, кто уже нашел сюда дорогу, и кто еще пройдет по ней, для тех, кто приложил труды к благому делу. «Есть время разбрасывать камни и время их сканировать. Дорога уходит в небо, и труден наш путь в обле. Лишь тот, кто остался верным, оставит свой след на земле».